Итак, дорогие друзья, я рада вас приветствовать на встрече с мастерами из Беларуси, членами Международного союза писателей и мастеров искусств. Это Дмитрий Нилов и его партнер по программе. Я приглашаю на сцену, прошу представиться. Пару слов о себе и представить свою программу. Анастасия Кадерда, исполнительница популярных песен, молодая поэтесса, впервые стала финалисткой в прошлом году известного вам международного конкурса стихотворных переводов «Берега дружбы». Мы в этом проекте и в фестивалях уже с 2016 года имели счастье с Людмилой поучаствовать в первом в Таганроге, тогда еще Таганроге, затем это перешло уже перед теплом Ростова. Параллельно. Так вот, Анастасия уже стала за это время, с 2018 года, она участница нашего объединения, уже стала лауреатом многих литературных и даже песенных дипломанткой также конкурсов, в том числе известного международного конкурса «Национальная премия «Золотое перо Руси». Наверное, знаете, да? Да. В 2021 и 2022 годах наши авторы, очень много гомельских авторов, и прозаики, и поэты, и музыканты стали лауреатами этой престижной премии. Скромно скажу, Ваш покорный слуга и Анастасия. Начнем с путешествий. Так как мы все-таки здесь, в рамках путешествия, то логично с этого и начать. Под стук колес, стук колес и заснеженный лес, стук колес, горизонт весь исчез, Сколько снега, а время весны, от принемания и до десны. Только верю я, все равно, время встречи пришло давно. Я смотрю, замерев, молчу, я такую себе ищу. Обернись, незнакомка, прошу, я тебе про себя расскажу. И, пожалуйста, помни одно, все получится, как в кино. Обернись, не смотри в окно. Вы знаете, посчастливилось мне побывать в Алтае, в Горном Алтае, в Лиске. И, естественно, это не могло не отразиться на поэзии. Целый цикл алтайских стихов у меня родился. И вот такой экскурс по югу, можно сказать, России в одном стихотворении. Юг, близлежащий, естественно, к Сибири, по игорному Алтае. Ночь и в купе темнота, светит луна по пути. Милая спит, она та, лучше ее не найти. Гусь, Татарстан и Уфа, степи, равнины, холмы. Чудная эта строфа соткана спением струны. Омск, Барнаул и Свердловск, здесь для меня в первый раз Листьев чарующий воск, осени русской окрас. На небе россыпи звезд, а на земле блеск луны. Я впечатление вез, чтоб заполнять ими сны. Довели путешествие, довели в хорошем смысле. Нас до темы нашего земляка, замечательного солиста, ныне ушедшего из жизни, светлая память ему, Вия, синяя птица Сергея Троздова, это гомельчанин, я думаю, вы знаете. Познакомили нас, эти мгновения, с замечательным музыкантом, его продолжателем. Они работали до последних дней жизни Сергея Александровича. Это Олег Завьялов, замечательный московский, изначально тамбовский, сейчас московский музыкант. И мы пустились в бесшабашное творческое путешествие в Тамбов на вечер памяти Сергея Троздова. Там познакомились с его вдовой, Ириной Владимировной Дроздовой. Привезли из Гомеля памятные вещи, например, землю из поселка Мильчан, где родился Сергей Александрович. Вручили там же на сцене Ирине Владимировне. В общем, было все трогательно, так интересно и знакомства при этом происходили. И вот исполнил я с их группой песню «Стопроцентный советский хит. В море ходят пароходы». Анастасия посвятила этому путешествию даже целое стихотворение. Утренний кофе, рассвет, Осень и долгий наш путь. Скажем, печали ему нет, А негативу забудь. Поезд, пласткар, теплый плед, Книга и дымка дорог. Время идет, уж обед, Путь этот, жизнь и урок. Вновь пересадка, метро, Тряска, Москва, суета. Вместе нам быть повезло. Поезд, купе, темнота. Побелец, Тульский, Клинцы, Брянск, Краненбург и Тамбов. Путь долгий, но молодцы. Мы вдоль мечты наших снов. Память, Дроздов, слезы с глаз, Сердце щемит восхищение. Были для нас в первый раз Эти прекрасные мгновения. Вновь километры пути Едем обратно домой. И к осознанию прийти, Что наш Дроздов, он живой. Света. По городу вдвоем мы бродим, Среди домов и фонарей. И слушаем друг друга вроде, Как и положено в игре. Старинный бар разинул двери, Игру продлили при свечах. Болтал я долго и без меры, Пока от скуки не зачах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тепло у нас пробудив от сна. Соши далека, на которой стоит Гомель. Вот у нас началось лето, летних стихов как-то не прибыло во вдохновение. Больше про осень все. Больше что-то про осень, да. Вообще вот удивительно, насколько критические моменты могут вдохновлять. Я в пандемии, вот честно вам признаюсь, написал стихов, вот они собственно и вошли в новый раздел, относительно новой моей книги прошлого года, которая здесь присутствует. И я могу вам с вами поделиться ее. Так вот, новый раздел этой книги, он состоит полностью, можете себе представить, из стихов осеннего периода пандемии. Вот. Вот насколько, да. Причем, значит, заболев этой заразой, да, я понял не сразу это одно, второе, значит, когда я отсутствовал, у нас была планерка. Ну, у нас же у культурных всех существуют тоже планерки, собрания, съезды, да. Вот, и значит, а я еще в то время, я же такой энергетик, я даже в полуумирающем состоянии, да, я не мог бы сидеть, для меня 28 дней отпуска, это что? Это невозможно, вот. Поэтому я, вы... Не следивайте меня. Я в это время успел связаться с Калмыкией, поговорить по видео. Вот, вот, я, вот, представьте, да, ковид активный, я такой, привет, Калмыкия. Вот, ну, из-за продуктивный разговор, значит, я успел там то-то, то-то, то, и в итоге директор говорит, вот, вот, Нила, вот, учитесь, как работать на больничном. Вот. Ну, это так, это немножко я похвастался. Так вот, я о весне. У нас плавный переход от весны к лету, да, и... Такое весеннее получилось стихотворение, оно давнее, но, знаете, как у каждого автора есть такая визитная карточка, да, вот, как-то так сложилось, что это стихотворение одна из визитных карточек данного автора. Реликвия называется. Зарифмовав прекрасное, однажды по весне, я радость утром ясным тебе прислал в письме, и хоть писал я с робостью, но был в душе восторг. Еще немножко гордости так чувства сдержать не смог, и если грусть нечаянно коснется строк моих, ты не казни отчаянием мой неокрепший стих. Быть может, станет признанным мой почерк из письма. Реликвии вновь изданный и дорогой весьма. АПЛОДИСМЕНТЫ Тишина, кстати, стихотворение, финалист «Берегом дружбы» прошлого года, стихотворение «Лауреан золотого пера России». Отлично, хорошее дополнение. Давай с тобой просто помолчи, ведь в жизни не всегда уместны речи, И взгляд бывает так красноречив, рука, что ляжет с нежностью на плечи. Мы разные, мы связаны судьбою, зачем-то связь нужна, она крепка. И вот, стою сейчас перед тобою, я здесь, я рядом, вот моя рука. Понять, простить, перенести и выжить, мы разные, но рядом мы сидим. Ты можешь сесть ко мне чуть-чуть поближе, давай с тобой просто помолчи. Да, ну я прежде коснусь темы детства, потому что есть у меня одно произведение. Знаете, у каждого в детстве были какие-то увлечения, и вот сидишь дождливый день, вроде грустишь, А мы с братом, у брата было такое мастерство лепки из пластилина. Мы там задумывали и шведскую армию, там, ну вот знаете, солдатиков лепили. Шведскую, наполеоновскую, там русскую, в общем, по всей истории пройтись из пластилина. И вот такой образ из детства родился, как будто бы в дождливый день. В дождливый день, что смотрит неприветно, рисует капли на стекле узоры. Проходят утро, вечер, незаметно, за нашим задушенным разговором. Дождинки, как солдатики на полке, как войско под нахмурившимся небом. Их пики, словно острые иголки, и ранит за спиной с водой и хлебом. Я собирал лишь отблески до ночи, звезды упавшие, светотень с отливом. И слились капли по желанию тотчас, затрепетали бабочкой красивой. Да, и вот опять мы от лета к осени, это же неизбежно, правильно? После лета будет осень. Вот анонсированный один из стихов этого этапа пандемийного, вдохновительного, как оказалось. Рефрен взят, узнаете, из классика. Ты говоришь, ноябрь, достать черню и плакать? Давай достанем и прогоним эту слякоть. Укутаемся в плед и будем наблюдать, как кляксы скачут по листу. И чай с мелисой и лимоном заменят в это утро несколько микстур. Еще объятия. Да, они всего нежнее. И в тот момент любовь становится сильнее. Грусть улетучится сполна, как скроны листья. А мы с тобою до темна уединимся. И станет морось аккомпанементом. Любви и нежности. Приятностей моментом. Ты говоришь, ноябрь, достать чернил и плакать? Я предлагаю их достать. Вина на капу. Зажжем мы свечи. Комашина покричит. Да, Комашина покричит. Зажжем мы свечи, застроится свет манящий. И я поведаю тебе о настоящей любви высокой, без вина манящей. По парку, шагая неспешной походкой, смотрели на белок, ручных и забавных. И было уютно. И осень красотка нам прелесть суще своих выдала славных. Потом были речка, бескрайнее поле. Не чутали в городе эти места. Здесь дышится легче. Здесь словно на море. Не тронуты земли. Мечта. Красота. И солнца лучи так теплом согревали, а водная гладь создавала покой. Так нужно порой, чтобы души узнали. Жизнь нетороплива, вдали от людской. Беседа в прогулке легка и приятна. И юмор уместен, и есть глубина. Воистину здоровской была она. И даже домой не хотелось обратно. Спасибо за день, среди осени светом, была так прогулка, и был разговор. И пусть не угаснет душевный костер. Говорит он средь звезд перед самым рассветом. Волюбила поэта дева. Теперь стальна, молода. И без крема помолодела вся, естественно, красота. Только вот посреди звездной ночи Стало так. Кричи, не кричи. Посвящает поэт ей строчки. Она в интернете трочит. Вот о чем я говорила. Стихи отражают время. Да. Шикарно. И совершенно человек не стесняется добавить что-то вроде подчать в интернете. Все нормально. Там еще, кстати, стихотворение с ритмовой игрой. Ну, кстати, оно совершенно для меня неожиданно попало, удало концерт. В Огненской. Сердечная ссадина. Прогоняю крайние мысли. Все крайние мысли гоняются. О том, как устал я от жизни. О том, как по жизни стал маяться. Не радуют сладкие письма. Твои сладкие письма не радуют. На миг от любви зависнув, была бы она наградою. Твои же не сладкие строки. Не то, что рождают сомнения. Они мой источник тревоги. И тщетно я жду исцеления. Смайлы действий скачут и противоречат. Тому, что природой дадено. Я жив. Я живу лишь надеждой навстречу. Моя ты сердечная ссадина. Первоначальный вариант был жесткий. Но... Моя ненасыпная гадина. Но, понимаете, в чем дело? Когда там мастерские были, поэтические, там довольно интересные авторы в жюри были. И барды известные. Вот-вот, оставь, не меняй. И так вот, прямо, тише, тише, тише. И на этом акцент в конце. В галоконцерте. Вот, представляете, я читаю, читаю, читаю. Там не что природа и дадено. Моя ненасыпная гадина. Как маяком запитал в конце. Вот, ну, примерно так. Мы поняли. Я в том, что мы-то это почувствовали. Что сглозамедно, да? Правда. Ссадина, это все равно изюмляет. На памятнику, правда, да. Еще из юмора, значит, известный здесь некоторому Сергею Старикову, наш замечательный. Барт Парет, наш коллега. Звукооператор, наш замечательный тоже. И береговец, он участник берегов дружбы и шестнадцатого, семнадцатого года. Отметил, некоторый мой цикл назвал «Чистушки». Но я не знаю, без претензий попробую вам прочитать. Может быть, что-то частушечное уловите тоже. Сердце в дребезги разбилось, ведь в него стрела вантилась. Ты со мною лишь дразнилась, коль в своей любви пожилась. Целовалась, миловалась, а потом, какая жалость, отравила своим жалом и... Что? Сбежала. К другому убежала, совершенно верно. Ты потешалась надо мною, пришла старательно, метлою. Когда я любовался ножкой, все чувства вымела до крошки. Что ж, потешайся надо мною, другим счастливцем Бог с тобой. Болтай своей изящной ножкой, пока не станешь бабкой-ежкой. Еще вот есть такое интересное стихотворение. Я не знаю, я не могу отнести ни к какому стилю. Наверное, оно не стиля. Но вот такой образ юноши неуверенного такого, да? Стеснительного. Так и называется. Стеснительный. Ты прости меня за стеснительность. Рот хочу открыть, удивительный. Голос мой дрожит, отвратительно. Бросил трубку я, непростительно. Все ж прости меня за медлительность. Вновь звоню тебе, так стремительно. Ты не сердишься, поразительно. Стихотворение мотивации. Ты справишься, знаю, ты справишься. И в жизни наступит момент, когда ты вдохнешь и расслабишься. В стремлениях расставлю акцент. Ты выживешь, слышишь? Ты выживешь. Всегда, вопреки, несмотря. Судьбой доношаться, используй их. И в жизни наступит заря. Твой выбор, закон притяжения. Пространство вариантов вокруг. Вся ценность в текущем мгновении. Остаться лишь тем, кто твой друг. Открытые души. Их стало так мало. На наших сердцах тяжким грузом замки. Сезон за сезоном. Вот осень нас на опять провозим плечи. А сердце по-прежнему сжато в тиски. Сезон за сезоном уходит к годам. Но все в суете и рутине погрязли. Но хочется верить, что не навсегда мы в черствости душ с головой увязли. Помочь просто так, бескорыстно спасти. Позволить себе до конца откровенность. Всегда осознать, когда надо уйти. В словах и поступках не растерять верность. А жизнь без эмоций, сосок пустоты. Так страшно порой обнажить свою душу. Но твой человек, он построит мосты. И будет беречь, и покой не нарушит. Я хотел бы сейчас прочитать стихотворение. Вообще это песня. Но прочитать стихотворение в виде стиха. Анатолия Гречанникова. Называется «Вальс развитальный. Дабы вы погрузились в атмосферу нашего родного белорусского языка». Где светить светально лясы. Где зорки у вечных небесах нам подают голосы. И можем в расквеченной зале, коли вас покиня настрой, Вы вспомните, як танцевали вальс развитальный со мной. Туман ружавея светальный, небесы глядятся у раку. Станцуем за вальс развитальный. Дайте мне вашу руку. Из своего, ну, я больше русскоязычный автор, но и благодаря в том числе фестивалю «Берега дружбы», Да, мы погрузились также в изучение своего родного языка, Были подробно. Життё напевно цирк на дроте. Ти акробат, який в полёте. Не масла, а про охорклы творах. Ди сябра к пить, не быта ворох. А ворох солодко смеется, Ди сябрам давнишним сдается. И сябра с ворогом две маски. Двуликий тварь жильтёвой каски. Двуликий, соответственно, понимаете, да? А мы думаем, это тварь. Ой, тварь лицом. Да, здесь нам надо играть. Заховал об ёй безовый успамин. Без – это сирена. Без – сирена, совершенно верно. Я капошню кроплю с дождливого краю. Фотос дымок. Изъем я один на один. Не бы бусил по памяти, Змрошно блукаю. Ди постукал сердца, Змиранскую тепер. Успамин. Декупаюсь я с любою разом. Оторвал я от вершево погляд. От папер. Затягнул тую песню, Что сквалася с часом. Вы знаете, вот эта книжечка, которая вышла в Минске, в Ковчеге в прошлом году, Она была, рукопись ее выстрадана временем, проверена, так сказать. Ну и в общем, она третья у меня авторская. Здесь все грани, наверное, моего творчества. Я надеюсь, что вот у Анастасии тоже в скором времени появится первая авторская книга. Также. И в силу знакомства с белорусскими, авторами, известными, малоизвестными артистами белорусской эстрады, российской эстрады, я решил сделать всем подарки. Подписал книгу, разослал по разным адресам. Максимальный адрес моей книги это Южно-Сахалинск, остров Сахалин. Это было отправлено редактору, которая со мной работала. Замечательный филолог Наталья Романова, я ей очень благодарен. Она судья многих международных литературных конкурсов, замечательная, сама преподаватель, и редактор, и прозы, и поэзии. Очень интересная работа у нас была над этой книгой. И вот я отправил эту книгу одному очень известному артисту. Ну, бывает так, знаете, отправил, отправил, думаю, сейчас что-нибудь в WhatsApp мне напишет, там, свое фи, или какие-то рекомендации, да, по изданию, что нравится, что не нравится. А он взял и прислал мне демо-версию песни. Ух ты, на моей стиле. Вот сейчас содержу интригу. Этот голос вы не спутаете ни с одним голосом на всем постсоветском пространстве. А получилось знакомство с ним также благодаря онлайн-радио и благодаря Олегу Завьялову, тому же музыканту, он его соавтор. Зовут его Вячеслав Малежик. Ух ты, на мой взгляд. Песня, чем уникальна. Ну, надеемся, что это будет песня, пока демо-версия, тем, что он соединил два стихотворения, первые моих, да, из книги. Первое стихотворение, это были куплеты, а второе стихотворение, совершенно другой тематики, но настолько все вплетено было, логично. Романтическое, первое осеннее, а второе романтическое тематики, это припев. Вот просто кусочек из стихотворения, вот насколько мастер, да? Называется «И вспоминаю я». Слова вашего поклонного слуги, музыка Вячеслава Малежик. И вспоминаю я то сладкое мгновенье, «Когда укрылись мы вдвоем в вечернем горы, а на исходе дня, горя от нетерпенья, склонилась с неба над тобой и мной. Съел туман серый день за туманом дорога, у дороги плетень покосился немного. И вспоминаю я то сладкое мгновенье, когда укрылись мы вдвоем в вечернем горе. А на исходе дня, горя от нетерпенья, склонилась с неба над тобой и мной. Стынет тень от весна, осень каплей дождливой, по душе поползла без мажорных мотивов. Но вспоминаю я то сладкое мгновенье, «Когда укрылись мы вдвоем в вечернем горе, а на исходе дня, горя от нетерпенья, склонилась с неба над тобой и мной. А на исходе дня, Горя от нетерпенья, склонилась с неба над тобой и мной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ